Добрый вечер, большое спасибо всем, кто присоединился в праздничный вечер в Шанку, сделал усилия. Вот и мы с вами в наше непростое время постараемся привнести свою влепту в то, чтобы было лучше, то, чтобы солдаты наши были живы, здоровы, и чтобы Всевышний хранил их, и чтобы раненые выздоровели, и чтобы все пленные вернулись. Это наша такая традиция, как вы знаете, что любое духовное усилие, его можно и нужно посвятить на решение каких-то проблем. И я, как всегда, все свои слова посвящаю памяти Любы Бат-Михаэль, своей жены, которая ушла из жизни два года назад, и приближается ее в Йорцит, второй год. И мы с вами в книге Ремьягу, которую я постоянно стараюсь закончить, но никак не получается, потому что жалко оставлять тот материал, который у нас еще там в последних главах. Очень жалко не просмотреть его, но желание такое, и от вас я слышал, что перейти к книге с Харья. Если будут другие пожелания, пишите в чате или говорите. Вот я планирую вернуться к книге, вернуться, потому что мы ее смотрели когда-то, сейчас можно посмотреть по-новому, вернуться к книге с Харья. Хорошо, я поднимаю текст, и мы попробуем с вами пройти еще несколько глав с таким усилием, с намерением закончить книгу Ремьягу за несколько занятий. Каждая посылка, она очень интересна, и какие-то вещи, может быть, и повторяются, но они всегда выглядят в другом, смотрятся в другом ракурсе. И сегодня я приготовил для вас кусок из гемары для того, чтобы посмотреть, как мудрецы Талмуда, так сказать, используют пророка для того, чтобы развернуть картину, касающуюся того времени, в котором они живут. Итак, вот мы в 25 главе, обращение которое было к Еремьягу обо всем народе, не к народу, а обо всем народе, и да, отцов Рим здесь подчеркивает, и я не удержался, я перевел его комментарий для вас, да, пророку обо всем народе, но не для того, чтобы сказать всему народу. То есть нет повеления, иди и скажи, как это было во многих предыдущих случаях. Эту информацию нужно было передать людям, которые готовы слышать, те, кто не готов слышать, к ним больше не обращается Всевышний. Здесь уже разъяснение ученикам пророка, почему весь народ виноват. Вот весь народ виноват. А это пишет да, отцов Рим, потому что сказано, мы видим, обо всем народе, не разделяется здесь на царя Кагенов, приближенных царя и так далее, говорится обо всем народе. И вот да, отцов Рим, он как делал уже это несколько раз, он подчеркивает, почему весь народ виноват. Ведь сказано обо всем народе, без разделения на правильников злодеев, речь пойдет о том, что обращение пророков осталось без внимания. Это дальше, да, весь народ в этом виноват. Кто виноват? Безусловно, простые люди находятся в руках царя, но есть много путей сопротивления и протеста против того, чтобы власть шла неверным путем. В любом случае, у народа, подавляющего большинства людей, была возможность встать на сторону Еремьягу и помогать ему распространять пророчества. То есть, если есть в народе такой человек, который говорит и чувствуется, что с ним Божественный Дух, то можно было бы ожидать, что сформируется вокруг него большое число людей или возникнут группы людей, которые повторяют его учения и помогают ему. Но этого не произошло. Дальше дается время. То есть, мне кажется, это замечание очень ценным. Можно не переносить его буквально, не искать сейчас в наше время, как это должно быть в наше время. Но сама по себе посылка, что у народа есть ответственность, потому что он должен, каждый и народ в целом должен искать пути исправления. Это посылка пророка, которая звучит не первый раз, и она очень сильная, на мой взгляд. Вот это было в четвертый год правления Юакима, сына Ишаягу, царя Иуды, он же первый год царствования Новыхуднацара, царя Бавеля. В каком смысле это первый год, четвертый год правления Юакима и первый год Новыхуднацара, царя Бавеля. Здесь можно представить себе, что на четвертом году Юакима, который подчинялся Митсраему, который подчинялся Египту, фараону, пришел на выходный царь и переменил власть. Власть он отменил подчинение Египту, естественно. И Иуда теперь должна была подчиняться Новыхуднецару. В этом это первый год правления. Поворотным моментом было на 31 году правление отца Юакима в сражении у Каркамиша, куда пришел фараон для того, чтобы вместе с Ашуром противостоять Бавелю. И он проиграл это сражение. В дальнейшем это был только вопрос времени. И вот на четвертый год правления Юакима Новыхуднецар появляется, или его войско появляется под стенами Ярушалайма. И Юаким принимает его власть. Четвертый год правления Юакима, первый год правления Новыхуднецара. Я вынес здесь таблицу для вас, для того, чтобы, может быть, повторить последние события, годы правления последних царей. Вот Минаше, сын Хискияку, на которого возлагается основная ответственность за разрушение храма, он правил 55-55 лет. И поскольку он повернул землю, страну, так сказать, в сторону идолопоклонства, то уже невозможно было исправить то, что он сделал, потому что это идолопоклонство – это не только статуя, не только воскурение им, принесение им жертвы, то, что было по всей стране. Это не только осквернение храма, это то, что происходит в головах людей. И те принципы идолопоклонства, и неверие во Всевышнего, в его абсолютную власть, и подчинение Ашулу, без которого кажется, что невозможно устоять. Все эти взгляды, все эти представления о мире и многие-многие другие представления долопоклонников, их потом очень трудно искоренить. Нужна большая работа для того, чтобы, начиная со школ, с людей юного возраста, для того, чтобы вновь привить им правильные представления о мире, убедить их в том, что Всевышний управляет всем, что народ Израиля, он избранный, и он не имеет права опираться ни на кого из царей, можно заключать договоры, пожалуйста, торговые какие угодно, но полагаться на мощь других царей нету права. И во времена Асхийский Ягу, как мы помним, пророчествует пророк Ишаягу, который настаивает на том, чтобы никаких договоров не заключалось с Ашуром. Однако Минаше в начале своего правления он казнит Яшаягу, так же, как и многих-многих других людей, которые против его политики. Про Минаше говорится, что он забил Ирушалаем кровью от края до края. То есть те, кто ему возражал, все, кто протестовал против него, он их казнил. Вот после Минаше правит его сын, не меньший злодей Амон, но он правит всего три года, и его убивают, потому что он, наверное, в своем таком бесцитстве он перегнул палку, и уже даже те, кто служил Минаше, они не готовы служить Амону, они его убивают на третьем году его правления. И вот в 475 году до этой эры, как мы представляем себе, за 52, за 53 года до разрешения храма, начинает править Яшаягу, праведный царь, он сын Амона, он правил 31 год, и постарался как бы развернуть колесо истории обратно, после Минаше. Ему это, в общем-то, не удалось, как мы с вами говорили, на 13-м году его правления, когда он начинает в стране реформы, Еремьягу показано видение, которое свидетельствует о том, что реформы Яшаягу, он не может затронуть внутренний мир людей, так сказать, вывести идолупоклонство из сердец людей. И вот 462 год, как мы можем представить себе, 13-й год правления Яшаягу, начинает пророчество Теремьягу. Яшаягу на 18-м году своего правления проводят в Песах, в Иерушалайме, и возобновляет союз со Всевышним. Союз со Всевышним не надо возобновлять, но как бы, да, такая декларация, что народ остается верным союзу, возвращается к верности союзу, это произошло в Песах на 18-м году правления Яшаягу. Ну вот, Яшаягу погиб на 31-м году своего правления в столкновении с фараоном возле города Медида. На его место встал Иуахас, который попытался вновь выступить против фараона, был пленен, убеден в Египет, а на его место фараон поставил Иуакима. Мы с вами говорили о том, что Иуакима не хотели ставить царем, он старше Иуахаза, но его не хотели ставить царем, потому что знали его характер. И вот Иуаким, когда стал царем, он начал мстить своему народу. Он собрал огромную дань с людей, в основном с бедных людей, отобрал не все, то, что было, отправил фараону. И вот на четвертом году его правления, 440 год до этой эры, Новохудный царь приходит под Иерушалаем или посылает свое войско, может быть, он сам не приходил, Иуаким покоряется Новохудный цару. Вот это тот момент, в котором мы стоим, в который пророчествует сейчас Еремиягу. Вот, секунду. Вернемся немножко выше. Он же первый, четвертый год царствования Иуакима, первый год царствования Новохудный цара цара Бабеля имеется в виду первый год царствования над Иудой. Правление над Иудой установления его власти над Иудой. Вот, и речь пойдет об изгнании. И мы можем с вами отметить, что еще во времена Ишаягу, 18-й год правления Ишаягу, он находит книгу, находит книгу в храме и приносит ее книгу Торы, написанную рукой Маше, приносит ее Ишаягу, я не вдаюсь в подробности всего этого события, интереснейшего, ее приносит Ишаягу, и она открыта на том месте, где говорится в книге Дворим, что Всевышний говорит, уведует твоего царя в изгнание. Ишаягу понимает это как намек на то, что книгу нашли открытой именно на этом месте, на то, что будет изгнание, и он разрывает свои одежды и посылает пророчестве Хулде, чтобы она объяснила это событие, как его можно объяснить, что говорит Хулда. Она ему объявляет так, и сказала она им, посланникам Ишаягу, так сказал Всесильный Бог Израиля, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, они не представились как посланники царя, но, конечно, она догадалась, так сказал Всесильный, вот навожу я бедствие на место это и на жителей его, все по словам книги, которую читал царь Иуды, за то, что оставили они меня и приносили воскурение другим богам, чтобы гневить меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет, вот, а царю Иуды скажите пославшему вас, чтобы попросить Бога, так скажите ему, так сказал Всесильный, Бог Израиля о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, покорилось сердце твое, и ты смелился перед Богом, услышав то, что сказал я об этом месте, о жителях его, сказал я об этом месте, о жителях его, что они будут предметом разрушения, ты раскаился, то в твое время будет благополучие, мы видим здесь, хотя книга открыта на том месте, который предсказывает изгнание, Хулдани говорит об изгнании, и видимо на тот момент еще не принято на небесах решение об изгнании, еще можно как-то обойтись без изгнания, сейчас говорится уже о Еремьяху об изгнании, и мы чувствуем здесь как бы приближение пророчества к его, так сказать, концу, потому что сколько можно говорить, эти слова, которые произносил Еремьяху обо всем народе, мы возвращаемся к тексту Еремьяху, мы были в книге Малахим Бета, сейчас мы возвращаемся к книге, где рассказывается о пророчестве Хулда, сейчас мы возвращаемся к книге Еремьяху, и слова, которые произносил пророк Еремьяху обо всем народе Иуды и всех жителях Ярушалаима, вот говоря так, значит, сейчас характеризуются те слова, которые были сказаны Еремьяху обо всем народе, вот, и, видимо, имеется в виду не только то, что ему сказано сейчас, а и раньше говорилось, да, вот, и эти слова, которые произносил Еремьяху обо всем народе Иуды и всех жителей Ярушалаима, говоря, да, и вот Таргум Юнатан, опять же, очень интересно, не удержался, выписал, перевел для вас комментарий, вот, он говорит, я говорил, а вы не приняли, что значит не приняли, не захотели исправить состояние общества и состояние умов, это не было пассивное неприятие, а борьба против мнения пророка, требовавшего изменить политику, это то, что говорит Таргум Юнатан в таком развернутом переводе, да, то есть мы видим здесь какой-то подводится какая-то черта, может быть, дальше ее будут пророчеством, дальше будут поучения, но здесь уже подводится какая-то черта, да, и говорится о неизбежности и знания, описывается пророчество, которое Емьягу обращался на протяжении многих лет, вот он говорит, с 13-го года царство Нишаяу, сына Амона, царя Иуды и до сего дня, когда Невухаммисрав подошел к Иерушалайму, вот уже 23 года было ко мне слово всесильного и говорил я вам с раннего утра, вы не слушали, да, начиная с раннего утра, а вы не слушали, вот с раннего утра до позднего вечера, скорее всего, обращался Емьягу на протяжении 23-х лет вы не слушали, не захотели принять, возражали, не верили в его пророчество, здесь интересные два момента, сказано, что Ешаягу сын Амона, то есть зачем здесь как бы говорится, что он сын Амона, вроде бы здесь это не обязательно, для того, чтобы подчеркнуть, какая сложная и тяжелая ситуация была во времена правления Ешаягу, который правит после двух царей-злодеев, после своего деда Минаше и против сына Амона, и против после деда своего Минаше и после деда своего Амона он правит, и вот пророк подчеркивает, да, ситуация трудная, но я говорю 23 года и вы мне не верили, сейчас новый виток, пришел на выходной царь под стены Иерушалайма, то, что никогда не ожидали, что с такой легкостью Бавель установит свою власть над Иудою, правда, ему не открыли борота Иерушалайма, но на выходной царь это запомнил, то, что ему не открыли борота Иерушалайма, Иоаким в его глазах в общем-то бунтовщик, хотя он не стал сейчас начинать войну, полномасштабную войну против Иуды, но Иоаким в его глазах бунтовщик, и начинает сбываться все, что говорил Ереме Ягу, и сейчас вот как бы последнее пророчество, последнее пророчество, которое, казалось бы, надо было услышать, раз начинает сбываться то, о чем он говорил, но по-прежнему не слушают. И говорит Всевышний так, и посылал к вам Всесильный всех рабов, своих пророков, с раннего утра посылал, а вы не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы слушать, не только не слушали, вообще не обратили внимания, не преклонили ухо. что говорилось в основном, отвратитесь же каждый и то, что продолжает звучать, как бы квинтэссенции пророчества, которое говорилось и которое продолжает звучать, отвратитесь каждый от злого пути своего и от злых деяний своих и живите на земле, которую Всесильный дал вам и отцам башен на веки вечные. Говорилось интересно, что здесь подчеркивается, что каждый отвратите от злого пути своего. Ответственность возлагается на каждого и каждого. Это одно. Так как подчеркнул в начале да, Цофрим. А второе что подчеркивается, что здесь у каждого есть путь. Что такое путь? Речь не идет о том, что человек не исполняет те или иные заповеди. Это может быть было распространено и это плохо само по себе. Но есть путь, который куда-то ведет. Вы наметили какие-то цели, вы идете к ним и все что вы делаете это во имя этих целей и вас невозможно отвратить с этого пути. речь в основном идет о том, что люди привыкли ориентироваться на обстоятельства и не полагаться на Всевышнего. Смотреть на то, что происходит, кому можно подчиниться, кого можно привлечь на свою в сторону и все, что стоит у них перед глазами это материальный мир. И в такой ситуации очень трудно увидеть свои недостатки и отказаться от них. Путь это направленность к чему-то и взгляд здесь взгляд такой на вещи, что все можно решить материальным обычным путем и молитва надежда на Всевышнего это все отодвигается на второй план, если не совсем отбрасывается. Это характерно для каждого и каждого. Мы понимаем, мы понимаем, что насколько так сказать психологию, ментальность народа изменил Минаше или она изменила за 55 лет правления Минаше. Очень трудно привить людям это понятие, что нужно полагаться на Всевышнего, что далеко не всегда нужно исходить из рациональных соображений, нужно исходить из заповедей Торы, из которые касаются не только скажем того, что надо есть кошерный одевать тфелин, они касаются того, что нельзя заключать союз с народами мира, союз, который предполагает защиту с их стороны. Это как бы прямой запрет Торы. Мы видим, чтобы на этом запрете споткнулись в эпоху судей, и Всевышний посылает пророка, который упрекает народ, и народ плачет, потому что трудно что-то сделать, трудно выйти из этой ситуации, когда уже союзы заключены, трудно выйти из этой ситуации. А здесь как бы конечно каждый человек не заключает союз, но как люди видят ситуацию, это очень сильно влияет на то, что происходит в стране, и очень сильно влияет на царя. Кого люди поддерживают, царя или пророка, который выступает против власти, это тоже очень сильно отражается на ситуации в стране. Поэтому здесь говорится оставьте каждый, откажитесь от злого пути своего, перестаньте мыслить как законченные материалисты, отодвигая на задний план духовность, перестаньте поступать как законченные материалисты, перестаньте поддерживать царя, который хочет полагаться на час еще Иоакин не восстал против Нессара, в ближайшем будущем он заключит союз с Египтом и восстанет против Небухудны цара. Перестаньте мыслить как материалисты, у вас есть пророк. Вот и от злых деяний своих, это понятно и до поступки, это и несправедливость в стране, и живите на земле, которую всесильный дал вам, отцам вашим на веки вечные. Так было, говорилось постоянно, постоянно говорилось, это был смысл пророчества, исправьте свои дела, исправьте свой подход жизни и живите на земле, не будет изгнания. И не следуйте за другими божествами, чтобы служить им и поклоняться им, и не гневите меня изделием рук ваших, и не причиню вам зла. Здесь, на мой взгляд, очень интересно это изделие рук ваших, которое повторяется и здесь, и в других пророческах, и мы видим его в псалмах Давида. И здесь можно представить, что речь, конечно, относится в первую очередь к идолам, которые человек изготавляет своими руками. Но и не только. Изделие рук ваших – это, скажем, тот мир, который вы создаете, те силы, которые вы определяете как главные в мире, им вы подчиняетесь и отодвигаете Всевышнего на задний план, если не совсем оставляете его. Изделие рук, изделие рук ваших, я бы сказал, что это не только идолы, это тот мир, те приоритеты ценностей, то понимание о силах, которые действуют в мире, это то, что этому вы сами это создаете и потом этому поклоняетесь, следуете тем идеям, которые вы сами создали. но вы не слушали меня, сказал Всесильный, и здесь гневя меня, изделием рук своих возло себе, это комментарий, это также Таргум Юнатан говорит, что когда человек поклоняется изделию рук своих, то это возло себе, вот, дальше, 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 Еремья говорит о разрушении всего древнего мира, который уже начал до этого Санхириев, он разрушил многие страны, уничтожил их божества и переселил народы, но выходный царь довершит это дело, вот, и говоря о народах, здесь Всевышний не исключает сыновей Израиля и говорит о них также, вот, и прекращу я у них голос радости и голос весения, ликование жениха, ликование невесты, звук жерновов и свет светильников, вся радость уйдет из жизни, и вся земля эта будет превышена в развалины и пустыню, и народы эти будут служить царю Бавеля 70 лет, все будут, весь мир будет подчиняться Бавелю, а это тоже понятно, что это такое предупреждение пока еще не явное, что не надо выставать против Бавеля, потому что все народы ему будут покоряться, вот, и будет спустя 70 лет накажу я Бавель и тот народ Халдеев и сказал Всесильный за грех их и страну каздим и предам ее вечному опустошению вместе с предсказанием изгнания, есть предсказание того, что поработитель будет наказан, вот, и свершу я над той страной все слова мои, что изрек я, и о ней все написано в этой книге, что пророчество имя обо всех народах, здесь кто-то, да, то есть, здесь имя говорит о себе в третьем лице, или эта строчка добавлена одним из его учеников, что как бы меня совершенно не пугает, вот, дальше Всевышний велитие Иремьягу сделается символический жест, по всей видимости, это происходит в видении, да, возьми чашу и напои все, чашу гнева и напои все народы, Иремьягу это делает, по всей видимости, в видении, не по всей видимости, это не может быть иначе, никоим образом, и все народы, включая и Дон, Моаф, и Омон, все, от одного к другому переходит эта чаша гнева, которую они должны пить, здесь такой символ, да, скажем, из жизни, что приговоренному к смерти давали опьяняющий напиток, вот так же Иремьягу должен народам, которые исчезнут с этой земли и города и они сами, как народы исчезнут, он должен пронести эту чашу от одного народа к другому и напоить их, как бы, перед их исчезновением, дальше пророк возвращается к сыновьям Израиля и здесь вот здесь я просто думаю, как нам сделать следующий шаг, да, вот, а ты пророчествуй о них, все слова эти, скажем, все сильные возгремит с высоты и святого жилища своего подаст голос свой, я бы даже сказал, здесь перевод не совсем верный, он не из святого жилища, он на святое жилище будет кричать, да, как бы, то есть здесь такой, такой, скажем, образ или такая аллегория, что пророчество собственно подходит к концу, Всевышний уже не будет разговаривать, вот, как Еремьяву предупредил в начале, да, 23 года я говорил, теперь все, да, теперь изгнание неизбежно, и если будет пророчество, оно будет совершенно в другом тоне, да, и вот, а то, что происходит сейчас, это похоже, похоже на рык, на рык льва, да, вот, на рычание, на рычание льва, это уже не слова человека, а это рычание льва, как бы, как царя зверей, который рычит звери бегут от страха, а здесь, да, и весь мир пробуждается, если говорить о мире людей и Всевышнем, да, и он Всевышнего склицает эйдад, да, это как ура, вперед, да, вот, и он призывает, страшно возгремит, он на обите свою, ирушалаемый храм, он рычит как бы на них, посылая народы на них, как царь зверей поднимает всех зверей, и они начинают бежать, так же Всевышний рычит, и они подчиняются, не понимая, им нет пророчества, к ним не разговаривают словами, но что-то происходит в мире, и они направляются на Ирушалаем и на храм, чтобы разрушить его, гул доходит до края земли, и выстут у Бога с народами, судится он со всякой плоти, нечестивых предает он мечу, сказал Всесильный, кроме разрушения Ирушалаема, происходят многие-многие события, как мы говорили, гибнут народы от меча на выходных царах, и вот в 38-м предложении то, на чём я хотел остановиться подробно, оставил он святилище своё, как лев свою чащу, ибо стала земля их пустынью из-за ярости угнетателя и из-за пламенного гнева его, если то есть лев оставляет свою чащу, когда там кончилась добыча для него, она ушла по тем или иным причинам, может быть, из-за засухи звери ушли, льву нечего есть, и он уходит, меняет место своего обитания, вот так Всевышний говорит, я оставил жилище своё, вот, здесь образ такой довольно тяжёлый, что он не покидает своё жилище как человек, которому тяжело, он расстаётся, он со своим жилищем, он плачет, он смотрит как бы на своих детей, с которыми он расстаётся, нет, да, здесь как лев, который уходит, потому что ему здесь делать больше нечего, ни с кем он не прощается, рык его раздавался по всей земле, поднял, 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 поднял народы на Ирушалаем, он, а теперь он оставляет своё жилище, шхенал уходит, вот, и если, если Медраж описывает, что Всевышнему тяжело расставаться со своим жилищем, то здесь мы видим, что никакой тяжести он нет, он в гневе, в гневе уходит, как лев, который оставляет свою чащу, уходит в другое место, да, вот, интересно соотнестись с, интересно соотнестись здесь с Талмудом, здесь целая история, как бы мудрецы Тора разворачивают этот образ, когда Всевышний рычит, как лев, на свое жилище, когда он поднимает народы, и они начинают, как бы, войска мошировать в сторону Ярушелаема, все сдвигается с места, да, мы видим мудрецов, мудрецов Талмуда последнего периода второго храма, когда в Ярушелаеме господствует, когда в Ярушелаеме господствует Римская империя, вот, мы помним, что римляне построили крепость, здание, точнее, крепость, которую построил еще Ирод Антония, она стояла вплотную к храму и нависала над храмом, и римляне господствовали в храме, был и караул римлян, которые стояли на стенах, они с большим пренебрежением относились к евреям и даже в храме выказывали свое пренебрежение к тем, кто пришел молиться и принести жертвы, вот, мы представляем себе такую ситуацию, как римляне стоят на стенах храма, постоянный караул, который никогда не отменяется, ни в будни, ни в празднике, вот, и в Талмуде в трактате про ход говорится так, Рабель Эзер говорит, три стражи есть ночью, обсуждается вопрос о том, когда нужно читать, до какого времени можно читать шма вечером, это как бы сейчас можно не вдаваться в подробности, Рабель Эзер говорит о том, что есть три стражи ночью, и на каждой страже есть стражи, то есть, когда начинается стража, когда сменяется стража, сидит Всевышний, как бы садится Всевышний на благословен он и кричит как лев, вот, мы видим, что здесь взяты понятия, которые мы с вами говорили, что есть лев, который кричит, поднимая народы на храм, и если Иемьяу говорит о первом храме, то мудрецы берут этот образ для второго храма, и кричит, как лев, как сказано, Всевышний Всевышний будет кричать Ишаан, Шаага, Шаага Тарье, как сказать, рык, да, будет рычать из своего жилища, он, да, подаст голос, да, и он кричит на на свое жилище, как мы здесь видели, да, он кричит на свое жилище, это то, что Рабель Езер описывает ситуацию, он привязывает этот крик ко времени смены стражи, да, и есть три признака для любого человека, который не находится в Иерушалайме, да, есть три признака, первую стражу кричит осел, вторую стражу лают собаки, а третью стражу, третью стражу ребенок сосет грудь матери, и жена, хозяйка разговаривает с хозяином дома, вот прежде всего о первой части, о крике, о рыке льва, и мы здесь представляем с вами такую картину, что представляем такую картину, что в Иерушалайме римская стража днем и ночью, ночью они перекликаются, кричат один другому, когда страж меняется, то это происходит громко, с топанием сапогов, специально с ударением, с тем, как мечи ударяют о щит, бьют кофе в землю и в ночи раздается этот гул стражи пришедшейся, воина пришедшего сменить и воина сменяющегося, их команды и грохот, это все звучит в ночном Иерушалайме. Там, где когда-то звучали песни Давида по ночам в Иерушалайме песни, которые завершали душу людей, теперь гремят щиты и мечи римлян. Это делается специально для того, чтобы все знали, что здесь римская ласть, что римляне здесь господствуют и что просыпаясь по ночам помнили, что насколько крепка римская власть, и если кто-то спит, то римская власть не дремлет. Раби Лезер говорит, что вот этот гром щитов и мечей это потому, что Всевышний кричит на небе, кричит как Орье, рычит как лев, толкая народы на разрушение храма, приближается разрушение храма. Вот меня эта картина всегда потрясает, как бы что-то есть, что-то происходит на земле, но ты должен знать, что ничто не происходит без воли Всевышнего, и вот эта отвратительная римская власть, настолько унижающая сыновей сыновей Израиля, оскверняющая имя Всевышнего, господствующего даже в храме, это не случайно, это Всевышний, как лев, призывает разрушить храм за грехи сыновей Израиля, и чтобы никто не думал, что зло господствует в мире случайно, Равелезер напоминает об этих трех стражах и говорит, что это отголосок рыка льва голоса Всевышнего с небес. Дальше он напоминает для тех, кто не вирушалай, для тех, кто не слышит этого грома, он напоминает о том, что есть три стражи, которые можно услышать как бы в природе, и это он одновременно с тем, что он напоминает о тяжести изгнания уже начинающегося, начавшегося изгнания в приближающем разрушении храма, он напоминает вместе с тем, что изгнание это не вечно, что ночь изгнания, пусть это две тысячи лет, это все как одна ночь, она делится на три части, когда кричит осел, осел, как вы помните, это хомер, хомор, хомор, осел, да, хомер это материя, хомор это осел, слова близкие, значит, первая, первую часть изгнания господствует, господствует материя, народы, мира, господствуют, да, потом, что-то начинает происходить в мире, собаки лаятся, собаки чувствуют, что, что происходит в духовном мире, они, конечно, это чувствуют по-своему, не так, как человек, но они очень чувствительны к изменениям в духовном мире, и вот вторая стража начинает что-то изменяться, да, это вторая часть галута, вторая часть изгнания, а третья часть изгнания, она похожа на то, как рождается что-то новое, и приближается возвращение, возвращение Всевышнего, возвращение щены, приближается время, когда устанавливается нормальный диалог со Всевышним, он не рычит, как лев, а еврейский народ, который похож на жену, он разговаривает с мужем, естественно, человеческим языком, и рождается что-то новое, есть ребенок, вот, то есть, он предупредил о том, что сейчас есть три стражи, и все они свидетельствуют о приближении и разрушении храма, о рыке льба на небесах, а в принципе галут изгнания, оно не бесконечно, тот галут, который приближается, он тоже делится на три части, и последняя часть это возвращение Всевышнего и восстановление с ним диалога, так как он разговаривал с народом, как с любимой женой, также этот диалог возвращается. Очень интересно развертка этой идеи в продолжении, рабе Лезра говорит, до разрушения храма, а вот рабе Юсей, он поднимается в разрушенный храм для того, чтобы молиться, это уже после восстания Барковбы, и понятно, что рабе Юсей, ученик рабе Акивы, тяжело переживает все происходящее, то разрушение, повторяющееся разрушение, те карательные экспедиции, которые проводят Рим, и с этим трудно смириться, и вот он говорит так, однажды я поднялся, однажды я шел по дороге и зашел в развалину одну из развалин Ирушалаима, одну определенную развалину Ирушалаима, Марша отучит нам, скажет сразу, что речь идет о развальне храма, и вошел он туда для того, чтобы молиться, да, вот, не может он выдержать все, что происходит, и он приходит молиться Всевышнему, чтобы он прекратил это изгнание, прекратил господство римлян, и, конечно, куда же прийти молиться, он приходит к месту храма, и даже заходит в сам разрушенный храм, почему он заходит в разрушенный храм, можно об этом говорить, но мы видим, что не было однозначного мнения, что после разрушения храма в него нельзя заходить, и пришел Ильяху, прошел пророк Ильяху, который, как мы знаем, он то в духовном мире, то в материальном, у него есть возможность переходить, и он спросил, и он охранял меня, охранял меня, пока я закончил молиться, а что было охранять, евреям было запрещено подниматься на храмовую гору, им вообще было запрещено входить пирушалаем, который был перестроен в город Эль-Капиталино, тем более подниматься на храмовую гору, и вот он на свой страх поднялся на храмовую гору, Ильяу нави, пророк Ильяу стоит и охраняет его, пока он закончит молиться, а когда он кончил молиться, он говорит ему, что не стоило заходить в эту развальну, чтобы молиться, и вывод из его такого пояснения Рабиоси такой, что послушай, у тебя нету терпения, ты не можешь видеть весь этот голуб, это все понятно, но так не молятся, ты не можешь кричать Всевышнему, чтобы он сейчас прекратил все это, ты лучше молись ему так, чтобы он, о том, чтобы народ прошел годы изгнания, молись об этом, ты не можешь молиться о том, чтобы он сейчас прекратил это изгнание, так говорит Илья Унави, так объясняет слова этой Агады Марша, да, вот, и дальше очень, очень интересно для нас, потому что связана также развертка такая пророка Еремияу, о том, который говорит о рыке льва, и он говорит мне Ильяу, Агады, Агады, а у пророка спрашивает Рабь Иоси, какой ты голос слышал в этой развальне, когда ты молился там, уже раз ты молился, скажи мне, какой ты голос слышал, сказал ему, я слышал, слышал там отголосок пророчества, которое называется Батколи, эхо пророчества, и этот голос эхо пророчества он ворковал как голубь и говорил горе моим детям из-за того, что из-за их грехов я разрушил свой дом и сжег свой дворец и угнал их, разогнал их, так сказать, среди народов мира и Илья уговорит ему точно, да, вот клянусь я, да, что точно и не только в этот час, когда ты зашел в больницу в развалину, да, так говорит этот голос, да, а каждый и каждый день три раза в день говорит он так, да, и это и не только три раза в день, да, три раза в день, да, а и в то время, когда сыновья Израиля входят в синагоги и входят в Батэмидрашот, в дома учения и они говорят Кадиш, отвечает Иешмей Агадоль, здесь такой вариант, да, его имя великое пусть будет прославлено, когда они это говорят, да, то Всевышний качает головой и говорит, счастлив царь, которого так хвалят в его доме, как же горько отцу, который прогнял своих сыновей и прогнал их от своего стола, да, мы видим, что до разрушения храма мудрецы говорят, как бы описывают образно слова Иеремиягу, рык льва, который пробуждает народы, а Иерушалайм этот рык льва слышен, как гром, грохот оружия римлян, да, А после разрушения храма они говорят, что да, остались эти стражи, осталось это время, когда Всевышний кричит, да, но он уже не кричит, он как голубь, да, и воркование голубя, голубь – это да, вширо шевим в песне, песня – это признак любви, желание возвращения народа из знания в землю Израиля вот этот голубь-голубь звучит, и он уже не как рык льва, и он не пугает, не составляет дрожать, а он говорит горе отцу, который прогнал своих сыновей, как же счастлив отец, которого дети хвалят в его доме, имеется в виду в синагоге, в домах учения, вот они даже в изгнании меня хвалят, как счастлив отец, которого так хвалят дети, мы видим, что том Всевышнего после разрушения переменился, и он так говорит не только в определенное время дня, а каждый раз, когда люди молятся и произносят кадиши. Вот здесь, наверное, я остановлюсь, я запланировал гораздо гораздо больше, но вот видите, меня так сказать, потянуло на Талмуд, очень хотел с вами поделиться своими наблюдениями, часто какие-то мысли, какое-то видение, ситуация, но приходит, когда я занимаюсь со своими внуками, вот еще раз прохожу этот материал для себя тоже, и пытаюсь его переложить в таком простом предложении, вдруг высвечивается какая-то картина, вот одной из этих картин я с вами поделился. Если есть вопросы, то я готов постараться ответить на то, что мы с вами сделали на сегодняшнем уроке, мы посмотрели, что пророчество Ремьяу подходит к концу, что упрек народу, что не преклонили ухо к пророкам, которых Всевышний посылал каждый день, каждый день были пророки, которые говорили, говорили, как Ремьяу, оказывается, у него были сторонники, но они были слабыми, слабыми, потому что никто их не прислушивал, но каждый день кто-то напоминал народу о его греках, о робко, не так, как Ремьяу во всеуслышание, и не преклоняли к ним ухо, и не слышали их, так уже продолжалось 23 года, и это подошло к своему концу, когда Невыхудный царь подошел к стенам, его войско подошло к стенам Ирушалаима и утвердило свою власть, и в этот момент уже надо было задуматься, но и в этот момент тоже не начинает прислушиваться к Иеремьягу и тем истинным пророкам, которые есть в земле Израиля, ну и вот посмотрели, что Всевышний рычит, как лег, собирается разрушить весь мир, прежде всего он рычит на свой дом и пробуждает народы к тому, чтобы они разрушили желаемый его дом, и увидели, что он посылает чашу, как приговоренным к смерти посылает чашу всем народам, вот, это то, что мы с вами смогли представить из 25 главы, я запланировал гораздо больше, но мне кажется, сейчас не имеет смысла двигаться дальше, вот, в любом случае, очень хочется закончить книгу и перейти к книге с Харья, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов пытаться ответить. Рабзай, спасибо большое, такой вопрос, в какой-то момент упоминался упрек народу Израиля за союз с другими народами, я правильно понимаю, что речь идет только о каких-то военных союзах, когда, по сути, Израиль полагается чью-то помощь, помощь Всевышнего, но это не идет речь о коммерческих каких-то союзах, торговых, и, наверное, это очень актуально и в наши дни. Безусловно, безусловно, любые торговые союзы, основанные на интересе, ты мне, я тебе, пожалуйста, только речь не идет о том, чтобы были какие-то территориальные уступки, здесь уже, как мы понимаем, о нашем времени, тут речь не идет о торговле, речь идет о мире, я тебе территория, а ты мне мир. понятно, что любые такие союзы запрещены. Еще раз я подчеркну, чтобы не запутать, что любые торговые союзы, любой обмен, скажем, материальными ценностями, технологиями, если только эти технологии потом не обернутся против тебя, здесь вступает в силу запрет продавать оружие своим врагам или тем, кто может стать твоим врагом, запрет продавать им оружие, оружие включает и технологии, знания и так далее. Если нет этого аспекта, когда ты продаешь то, что может тебе же обрушиться на голову, то, пожалуйста, любые торговые договоры, нет никакого ограничения, ты ему хочешь дать преимущество в, скажем, в пошлине, чтобы он взимал большую пошлину, а ты маленькую, пожалуйста, если тебе это выгодно, если тебя это куда-то продвигает, нет никаких проблем, есть одна проблема, полагаться, полагаться на какую-то силу, кроме Всевышнего, полагаться на то, что тебя кто-то защитит, и когда это переходит вот в такой уровень, как заключение союза, раньше это было с произнесением имени Всевышнего, и мы увидим, что это огромная проблема царя Ацеткия, у следующего, который клянется Новохудный цару с именем Всевышнего, что вот он будет поддерживать его, рассчитывая на поддержку Новохудный царя, это огромная проблема, да, эта проблема остается и проблемой в наши дни, мы видим, что все союзы с другими народами, союзы мира, так сказать, да, они оказываются очень проблематичными, можем видеть это из анализа последней нашей ситуации, да, вот союз с Америкой приводит к давлению Америки на Израиль и сейчас какой-то удивительный процесс, когда этому давлению противостоят очень сильно, да, может быть, рискуя отношениями с Америкой, этому давлению очень сильно противостоят, ему невозможно не противостоять, да, потому что невозможно исполнить требования американцев, чтобы не бомбить здания, чтобы не причинить еще потери среди мирного населения, так сказать, да, вот, и все это делать руками бойцов, которые будут проходить каждый дом своими ногами, это требование Америки, и оно не исполняется, уж по крайней мере, в полной мере, это явление удивительное, я бы сказал, просто исправление вот того, что началось со времен Минаше и происходило во времена Еремьяху, да, вот это просто какое-то исправление, мы видим, что мирный договор в Саудовской Аравии оказался, который еще не был подписан, оказался большой, большой проблемой также, вот, и многим он сказал, что надо смотреть на вещи реально, прагматично, вот, и, конечно, очень трудно что-то возразить, да, можно возразить только одно, да, что понятно, что мы должны быть реальными людьми, но есть моменты, когда необходимо совершенно действовать с точки зрения закона, с точки зрения веры, да, и мы видели, что, скажем, да, что идея отдавать Землю, она приводит к катастрофическим результатам, вот, и, скажем, да, я думаю, что мы придем очень скоро к тому, что сама по себе идея заключения мира, да, что мы обещаем мир, вот, да, что нам обещают мир, а мы за этот мир даем и даем и даем, да, и оказываемся в зависимом положении, я думаю, что эта идея очень скоро она тоже и живет себя, да, вот, и Еремьяу, как вы помните, он говорит очень резкими словами, он говорит, проклят человек, который надеется на человека, благословен человек, который надеется на Всевышнего, это прежде всего о, так сказать, военных союзах с другими народами, вот, я надеюсь, что я не запутал, всегда хочется как-то развернуть моменты, вот, надеюсь, что не запутал, не, не, спасибо, окей, есть что-то еще, что мы можем обсудить с вами, окей, если, если нет вопросов, то я, как всегда, приношу благодарность всем, кто напрягается и слушает, помню, что слушать всегда труднее, чем говорить, хотя, тут нужно учесть, что нужно занять и нужно подготовить, и это само по себе трудно, но потом в какой-то момент, конечно, говорить легче, чем слушать, чем напрягаться и понять мысль, так что всем большое спасибо, хорошей Схануки, много светов, дай Бог хороших известий, чтобы Бог хранил всем и дал всем успех и благополучие. Окей, я присоединяюсь. Аминь. Тяжелый. Окей, всем счастливо, пока, спасибо. Всего доброго. Всего доброго.